Пять домов согласились на условия Караганда-Жарык, остальные три многоэтажки десятые сутки живут без электричества. Монополист подсчитал, что он больше не обязан подавать свет в квартиры, потому что с жильцами не заключен договор на общедомовые нужды. Что думает об этом в антимонопольном департаменте и в прокуратуре в следующем сюжете. Жители дома по Донецкой 38 на общем собрании постановили, что покупать и ставить общедомовый счетчик они не будут. Мы с домом решили так, отключить подвалы и подъезды от электроснабжения. От этих установки электроснабжения мы отказываемся, так как общедомовые нужды мы не нуждаемся ни в подвале, ни в подъезде. Отключено от электроснабжения было 8 домов. На подъездах расклеены объявления, что электроэнергию им не подключат до тех пор, пока жители не установят общедомовой счетчик. Кроме того, как пояснили в компании Караганды Жарык, КСК необходимо заключить договор на электроснабжение дома. Как оказалось, индивидуальных договоров, по которым свет подавался в квартиры, недостаточно. Подоплек акции в том, что в шахтерском поселке у монополиста слишком большие потери. Данный район без центрального отопления. Все жители обогреваются чем кто может. Кто-то электротитанами, кто-то угольными печками. Но если электрообогревателями, то это все идет помимо приборов учета. То есть у нас идут сверхнормативные потери. Жители, понятно, не согласны. Во дворах несколько раз возникали стихийные собрания. На каком основании мы вообще должны за свой счет эти счетчики ставить? Если мы считаем, если они хотят, чтобы там как-то контролировалась электроэнергия какая-то у них, они должны сами это все сделать, если они хотят это делать. Но они не имеют права так отключать свет. Мы приходим с работы и у нас нет света. У нас маленькие дети, сутками света нет. Это что такое вообще? Однако четко дать правовую оценку действиям Караганды-Жарык никто не берется. Прокуратура дает уклончивый ответ. Ориентированный местный исполнительный орган, поскольку дома приобретены по государственной программе доступное жилье 2020. И поэтому относится к компетенции Акимата города. Законность отключения указанных домов от электроэнергии будет проверена уполномоченным органом. В антимонопольном департаменте также больше склоняются к тому, что монополист имеет право отключать целые дома на неопределенный срок. Потому что раз нет с населением договора на электроснабжение дома, значит у Караганда-Жарык нет и обязательств, то есть и предъявить ему нечего. Мы тоже считаем как люди, что это ненормально, мы понимаем все, но по закону мы это комментировать не можем. Это все в гражданском судопроизводстве определяется, разрешается. Пять из восьми отключенных домов согласились ставить общедомовые счетчики и согласились заключать договор с Жарыком. Остальные еще сопротивляются. В антимонопольном департаменте им советуют только одно – идти в суд. Меж тем Караганды-Жарык планирует ту же практику отключения целыми домами от света применять ко всем многоэтажкам Караганды, у которых нет общедомовых счетчиков, а нет их у 70% домов.